Андрей Пентковский. Андрей Пентковский находится в Соединенных Штатах, так что он следит за тем, что происходит на той стороне и также следит за каждым словом президента Путина уже 25 лет как? 20, ладно. Так вот, Андрей Андреевич, вы слышали все точки зрения украинских политиков, то есть большой встревоженности, большой войны нет. А вы как считаете? Вы знаете, все выступавшие, почти все, заменили одно слово в вашем вопросе. Они рассуждали не о большой войне, а о широкоформатной войне. Это, мне кажется, очень правильно, потому что когда мы говорим широкоформатной, мы имеем в виду один сценарий такой классический. Масштабное наступление войск, колонн, вглубь Украины, оккупация страны или больше ее части. Вот давайте говорить об этой большой войне. К четырем причинам Юрия Владимировна, о том, что ее не будет, с которыми я вполне согласен, я бы добавил еще пятую и не менее весомую, как мне кажется. Вы правильно заметили, что я наблюдаю за российской политической жизнью. В течение последнего месяца было новое совершенно явление. Сначала так называемое выступление так называемых Эренбургов. Я их назвал по аналогии с известным сталинским ауреатом племени Илье Григорьевичем Эренбургом, который своим верно подданческим письмом Сталину в феврале 1953 года пытался остановить готовящийся еврейский погром. Все эти письма, эти выступления наших эренбургов московских строились по одной схеме. Тезис номер один. Безобразная НАТО окружает нас, расширяется со всех сторон. Второе. Да, это нацистская власть безобразная в Киеве. Но в-третьих, ни в коем случае нельзя идти на полномастабное вторжение, потому что это объединит наших врагов, помешает нашему великому делу и так далее. Вот такая форма робкого сопротивления вот этому сценарию. Но все это стало намного более серьезным последние две недели, когда к этому хору и в более решительной форме присоединились военные. Ну, все, наверное, уже читали обращение генерала-полковника в отставке Ивашова. Не менее серьезной была статья полковника в отставке, тоже генштабиста Ходоренко. Кстати, постоянного участника внешнеполитических шоу, ну, которые просто камни на камне не оставили в разборе. Чисто как военные эксперты вот этого сценария полномасштабной войны. Я хочу пояснить, что это вовсе не борцы за мир и не друзья Украины. Тот же Ивашов, это мой старый знакомый, мы не раз с ним спорили на публичных площадках. Это русский империалист, ненавистник Запада, видимо, сталинист. Они критикуют с другой стороны, они правильно, открыто говорят, что это катастрофический сценарий для России, он приведет просто к уничтожению России. Это будет по эффекту, если Афганистан разрушил Советский Союз, то вот такое вторжение в Украину будет, как всем понятно, губительно. И вот этой войны, скорее всего, не будет, потому что мое такое впечатление, что Путин к этим аргументам прислушался. Но я хочу обратить внимание на территории на другой момент. То, что очень серьезные люди вот так яростно выступали против этого сценария, а потом, и Россия это не Украина. Вы вот можете здесь говорить в студии, что угодно, но максимум на вашу передачу не придет министр иностранных дел. А эти люди рискуют жизнью, их могут убить на следующем. Вы знаете, что у нас делают за меньшие прегрешения перед властью с апостационными? Они это сделали, видимо, невидимо, я считаю, потому что Путин думал и об этом сценарии тоже. И он рассматривался в планах власти достаточно серьезно. Так вот, об этом сценарии я соглашаясь с Юрией Владимирович и другими выступавшими, и прибавляя, на мой взгляд, достаточно весомый мой пятый аргумент. Я считаю, что он маловероятный, хотя полностью включать нельзя, потому что этот человек абсолютно безумен. Меркель сказала, еще помните, 8-9 лет назад, что он живет в другой реальности. И он окружен очень узкой группой людей, прежде всего это Патрушев, Ковальчук, Сечин, Бортников, одержимых вот этой идеологией. Неймоверный процесс, где приняли, как доказы, доказовое смитие. Вы что, считаете, я должен это принять серьезно? У субботу о 17.10. Віталія оказалась в центре провокации, которую выстраивали русские спецслужбы. История великой победы. Різные люди, разные институции объединялись для общей справки. Звольнити Віталія Маркева. Звольнити Віталія Маркева.